ну вот это вот садок под овсянок в котором у меня содержатся садовые овсянки и обыкновенные овсянки что мы тут имеем ну значит для начала обязательно лампа дневного света установлена это первая подсветка и вторая идет подсветка далее купалки установлены одна купалка внизу потом две в среднем ярусе я одна наверху почему я размещаю внизу и наверху разного типа купалки потому что определенные птицы любят купаться вот подобных купалках а некоторые наоборот в подвесных ну и поэтому я сделал на их выбор на дно клетки я сыплю мульчу сибирской лиственницы но точнее там три слоя первый слой идет песок сухой песок второй слой я засыпаю березовыми либо осиновыми опилками и третий слой уже я сыплю мульчу такой трехслой получается очень хорошо впитывает все абсорбирует свежий песок для пищеварения здесь идет контейнер со сверчками потому что овсянки это все-таки не совсем насекомоядная птица они очень любят сверчков помимо кстати мученика здесь вот мучеником вот но и близко всему я всегда из привлечаю к мешанке поэтому где-то два-три раза в неделю я им даю обязательно мешку яйцо с морковкой на всякий случай всегда присутствует суррогатные корма яичные искусственные порошки типа подавана мало ли дома не будет корм кончится он всегда для страховки есть ну и зерносмесь как правило ставлю несколько мисок в разных местах чтобы хватало вот в этой именно в этом садке молодых птицами а нету есть самая молодая овсянка которая три года у меня живет обыкновенная овсянка а остальным птицам уже более семи лет и причем это не от рождения а от поимки но и естественно такого плана садок это уже для обиженных подходят не для свежепойменных надо понимать эти птицы абсолютно не бьются абсолютно спокойно реагируют а ну вот здесь вот еще у меня есть декорация гидроцена многие против декораций но я например за потому что все таки они стимулируют размножение когда свежие растения находятся что надо либо рвать ветки постоянно менять но поскольку овсянки не портят не обрывает побеги то овсянкам очень даже подходит живые растения но в данном случае драцена здесь стоит еще говорят что загрязняется мы приходится на самом деле раз в неделю вынимаешь эту пальму стоишь под душ и все это дерьмо смывается то что налихло очень удобно мне нравится смотрится красиво и и птиц стимулирует ну можно конечно же и ветки ломать правда хвоя там будет отсыпаться сейчас то менять придется хотя и так тоже делать